Факты и мнения По оценке именно правительства Российской Федерации, по оценке органов статистики Российской Федерации, мы видим, что порядка 15 миллионов граждан либо самозаняты, либо числятся безработными в Российской Федерации. У нас в крае порядка 500 тысяч человек, то есть если на прошлый год и начало его было около 600 тысяч, то благодаря работе нашего министерства по труду, в том числе, удалось решить эту проблему с неформальной занятостью, ну, по крайней мере, начать ее решать, скажем так. Но самозанятые граждане, а они где? Какую нишу занимают? Если смотреть на законодательство Российской Федерации самозанятые и сравнивать его с законодательством европейским, то у нас какие-то параллели существуют уже. Ну, например, в Германии самозанятые и свободные профессии очень серьезно отличаются. И если, допустим, мы говорим о медицинском персонале, о стоматологах, о ветеринарах, то их скорее определяют, ну, скажем так, у нас это индивидуальные предприниматели. Ну, у которых, если касается врачей, то это свои кабинеты, да? Безусловно, потому что эта деятельность требует лицензирования. А самозанятые, это все-таки те люди, которые осуществляют какую-то деятельность, ну, типа репетиторства, гувернантка, сиделка, возможно, если это не требует специального образования. То есть вот сейчас пока этот перечень профессий, которые относятся к самозанятым, будет определяться. Мы предполагаем, что этим займется правительство Российской Федерации. Как правило, полномочиями по определению именно конкретных нормативных правовых актов передаются правительству Российской Федерации. Ну, и так, получается, что эти 15 миллионов не платят налоги, страховые взносы. В результате региональной бюджеты на эти бюджеты ложится дополнительная нагрузка. А вот с принятием этого закона что-то должно на рынке труда измениться существенно? Мы очень на это надеемся, потому что, как вы правильно заметили, вот эти 15 миллионов не просто не платят налоги, но многие из этих 15 миллионов, ну, вот по определению где-то от 1 до 10 процента, еще периодически становятся в службе занятости на учет как безработные и получают еще соответствующее пособие от государства. А это наши с вами налоги, наши с вами социальные гарантии, это бюджет Российской Федерации на соответствующие социальные льготы и преференции. То есть получается, что вот сейчас закон примут во втором-третьем чтении, да, и все эти нянечки, сиделки, репетиторы должны будут получить какую-то лицензию, да, и уже абсолютно легально работать на рынке, правильно? Возможно так, но смотрите, вот закон прежде всего направлен на совершенно иное. Чтобы мы не путали, президент в своем послании 1 декабря 2016 года обратился к Федеральному собранию с тем, чтобы защитить самозанятых людей, определить их правовой статус таким образом, чтобы их нельзя было привлечь к ответственности, как людей, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность. Ведь мы не должны забывать, что сегодня и Кодекс об административных правонарушениях, и Уголовный кодекс Российской Федерации содержат соответствующие статьи, которые предполагают ответственность за незаконное предпринимательство. Ну и в зависимости от состава правонарушения или, если это квалифицируется уже преступлением, естественно, есть соответствующая ответственность. По административному кодексу это от 500 рублей до 10 тысяч рублей штраф, а по уголовному это совершенно серьезное преступление, и они могут вплоть до лишения свободы до 5 лет. То есть дается какое-то время этим законом, 2 года, по-моему? Да, вот изначально президент нацеливает Государственную Думу, правительство на то, чтобы вот этих людей самозанятых, ведь это не преступники, они хотят работать, они хотят получать за свой труд соответствующее вознаграждение, чтобы их исключить из ответственности и уголовной, и административной за то, что они не подают информацию о себе. Хотя, в принципе, это логично, и это правовое поле, оно давным-давно распространено уже на все страны Европы. Самозанятые там очень легко определяются. То есть это небольшие налоги или отчисления в соответствующие социальные фонды. Ну, например, вот опять-таки та же самая Германия. Это налоги от 14%, у них прогрессивная шкала подоходного налога, от 14% до 45% это максимальный налог. Но если семья, допустим, получает достаточно низкий доход, то предусмотрено налоговым законодательством, что есть определенный какой-то вычет налоговый. У нас они тоже в российском законодательстве существуют, эти вычеты. И вполне возможно, что определившись как самозанятый гражданин, показав свои все доходы, ему не придется, может быть, платить вообще налог. Или он будет получать налоговые вычеты серьезные. Поскольку достаточно долго, около двух лет, по-моему, обсуждали проект этого закона, есть и свои противники, опора России, которая занимается защитой бизнеса. По оценке организации, законопроект может легализовать менее 5%, потому что остальные все равно так в тени и останутся. Вот ваше мнение, так это или нет? Вы знаете, это будет очень сложный процесс, но его когда-то нужно начинать. Ведь сегодня чем плохо в России? Тем, что далеко не все платят налоги. И значит, мы не можем расходовать их. Мы говорим об убитых дорогах, мы говорим о том, что необходимо ухаживать за стариками и за детьми, необходимо повышать пособие по безработице. Но за счет чего это делать, если все уходят в тень? И, конечно, из тени необходимо выходить. Вот сейчас, на мой взгляд, это как раз очень разумные шаги по такому поэтапному, мягкому вхождению в свет, что называется, выходу из тени. На Западе, там, в принципе, расходы контролируются налоговыми органами, начиная от самого рождения, как говорится, и до самой старости. Потому что, я вот говорила уже эту фразу, но в Америке, наверное, не заплатить налоги зачастую можно получить ответственность гораздо выше, чем за подготовку к теракту даже. То есть это вот один теракт и не оплата налогов. Это самые страшные преступления. В Германии тоже приводила эту историю, когда мама моей знакомой приехала навестить свою дочь и понянчиться с внучками. Она не успела выйти во двор с девочками, как соседи сразу позвонили в налоговую инспекцию и доложили о том, что у них новая русская няня, и проверьте, платит ли она налоги. И потом пришлось объясняться в налоговой инспекции, что это бабушка, а не няня, что она не берет соответствующую плату. Вот, наверное, нам тоже пора переходить на новый уровень самосознания. Ведь, понимаете, если мы не будем накапливать в бюджет, мы не сможем его тратить. Поэтому вот такие поэтапные и мягкие, повторюсь, шаги, они позволят все-таки России выйти на новый уровень. Нет, но все-таки у нас есть свой менталитет, и все, что немцы хорошо, да и известный поговорка русскому смерть. Я думаю, что все-таки мы адаптируем эти полезные законы все-таки к нашей русской реальности. Давайте вот все-таки подумаем о том, что наверняка люди, уходя в работу, да, как самозанятый человек, наверное, не от хорошей жизни, да, большинство. Ведь там получается, что человек может быть где-то подрабатывает, да, таким образом. Где-то дополнительный доход у него у семьи. Вот ситуация на рынке труда. А людей сокращают, да, сокращают заработные платы. Ну, для многих это ведь выход. Вот вы согласны с этим или нет? Абсолютно согласна. На сегодняшний день вот такая самозанятость, она позволяет человеку, ну, что называется, только держаться на плаву. Это не такие большие деньги. Но поэтому президент нас и нацеливает на то, чтобы мы, по крайней мере, дали правовой статус определения самозанятости. И чтобы государство понимало, что самозанятый, это, ну, наверное, как раз тот человек, который пока не накопит достаточно больших доходов, человек, который может, вот повторюсь, держаться на плаву. И на все это и нацелен как раз законопроект. Это позволение выйти из тени, но при этом не нести никакой ответственности за свою деятельность. То есть такой первый шаг, да? Абсолютно верно. Никто не будет, вот, наверное, нужно повторить и опоре России, никто не собирается теперь понуждать этих граждан, которые определились как самозанятыми, оформлять какие-то индивидуальные предприниматели или какие-то юридические лица открывать. Нет, напротив, как раз вот этот законопроект открывает им право без регистрации в качестве юридического лица индивидуального предпринимателя осуществлять свою деятельность. Вот как были они гувернантками, нянями, допустим, репетиторством занимались. Но, конечно, это должен быть перечень, определенный все-таки правительством Российской Федерации. Потому что, ну, если взять, к примеру, самозанятого художника, который зарабатывает огромные деньги с продажи своих картин, и нянечка, которая берет там копейки за час своей работы, это совершенно разные вещи. И необходимо это понимать, и просто дать им возможность выйти из тени, а потом обязательно подготовить им вот такие условия, чтобы им было комфортно и трудиться, и при этом, ну, какую-то копейку откладывать себе хотя бы на пенсию. Светлана Викторовна, ну, раз уж мы коснулись нарушений на трудовом поле, да, вот какие самые распространенные нарушения у нас на Кубани встречаются? На что люди жалуются чаще? К сожалению, вот самый большой процент нарушений у нас продолжается вот наблюдаться в малом и среднем предпринимательстве, и зачастую вот это все-таки не заключение трудового договора. Очень часто, особенно молодежь, попадается на том, что приходит, отрабатывает месяц, как правило, это малые предприниматели, кафе, рестораны, точки торговли какие-то, ну, то есть совершенно маленький бизнес. Люди отрабатывают, не получают денег, при этом им еще говорят, что вот у вас были штрафы, вы плохо себя вели, вы не прошли соответствующий испытательный срок и так далее. Бороться с этим очень тяжело. Ну, а жаловаться пострадавшим куда? В госинспекцию? В госинспекцию, потому что, к сожалению, вот малый бизнес, он почти не задействован в профсоюзном сообществе. Но при этом еще многие не хотят жаловаться или считают, что это напрасно, потому что необходимо предоставить свидетельские показания. Вот как доказать, что ты работал, по сути? Вот во всех случаях нужно обращаться в профсоюз. Мы постараемся помочь. И более того, вот сейчас мы подготовили законодательную инициативу с тем, чтобы все-таки приостановить действия моратория на проверке госинспекции малого и среднего предпринимательства. Мы понимаем, когда налоговые, фискальные органы, да, налоговые каникулы должны быть, но все, что касается прав граждан, прав третьих лиц, должно быть прозрачно, открыто и должна быть возможность проверить. И в завершении. Краевая госпрограмма содействия занятости населения. В этом году выделяется больше 20 миллионов рублей на то, чтобы безработным, да, в качестве единовременной помощи для открытия собственного дела. Вот программа работает, и много ли желающих? Ну, вообще, это, собственно, все средства, которые выделены на эту программу содействия занятости. Безусловно, вот и за 2016 год наши службы занятости по всему краю, и в том числе с выездом в районы, провели встречи с 2834 гражданами. Дали консультации, вот как можно открыть свой бизнес, как можно заниматься самостоятельно и зарабатывать себе, для своей семьи, какой-то доход получать. Из них 1560 людей прошли вот такие консультации в селе. Но вернулись только 250 человек. Вернулись и перенесли бизнес-планы. Проблема именно в том, что, к сожалению, вот эти люди, они очень мало защищены, им нет к кому обратиться для составления бизнес-планов. И все, что они могут, они получают от службы занятости. Если им удается, то они получают соответствующую поддержку из бюджета, 117 тысяч рублей в прошлом году. Мы израсходовали из краевого бюджета на поддержку самозанятых граждан. Вот те, кто смог подать, 196 человек таких было, те, кто смог подать бизнес-план, и все документы совершенно верны. Конечно, нужно упрощать дальше. Почему Госдума этим занимается, почему Край этим занимается, губернатор в этом заинтересован? Потому что необходимо упрощать правила. Я думаю, помогать людям все-таки самообразоваться, получать информацию. Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. Я напомню, сегодня ситуация на рынке труда вполне оптимистичная, можно задуматься. И о собственном деле об этом нам сегодня рассказала депутат Госдумы, лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб. Вы смотрели «Факты мнения». Всего доброго и до встречи на канале Кубань-24. Редактор субтитров А.Семкин